Продолжаю видео. Вот у нас получилась вот такая вот радостная поездка, лечение в Иерусалим. Гости к Давиду с Йосефой. Значит, мимо всего прочего, всяких приятностей, которых я вам рассказала, Давид нам организовал три экскурсии по святым местам, Мёртвое море. И, в общем-то, старый город, это вот Стена Плача. Так в подробностях немножко вам расскажу. И как бы нам было очень-очень всем приятно там находиться, общаться с нашим уважаемым Давидом. Вот. Такие вот моменты. Также мы дальше сейчас продолжаем общаться дистанционно. И с каждым днём вот как-то так чувствуешь себя по-новому. Это совсем другие ощущения у меня, как у мамы. Да? У меня раньше было так каждый день какое-то такое очень скованное, зажатое состояние, печальное. Вся в этой проблеме погружена. Ребёнок, что же с ним делать дальше, как жить и всё такое прочее. Сейчас какое-то появилось, ну, такое душевное спокойствие. Как-то по-другому появились какие-то свои личные желания, желание жить, реализовать свои мечты, которые там были давным-давно уже похоронены. И самое главное, что есть какое-то действие, энтузиазм и побуждение к действиям. И осуществить всё своими руками, ногами, головой. И как-то... Постоянно читала аутизм, аутизм, чат какие-то там, пыталась найти ответ, совет какой-то. Может, что-то я не знаю, что-то недопонимаю. То сейчас появилось какое-то доверие, доверие к этой ситуации, доверие к себе, доверие своему ребёнку. Что всё в жизни может решиться гораздо лучше, радостнее, спокойнее. И спасибо вам огромное, Давид, Юсефа и все ваши специалисты за ваш чудодейственный дар, талант, за ваше умение и знание, понимание и терпение. Потому что мы знаем, что нас много у вас. Дай вам Бог здоровья, терпения, и вот чтобы я это людям помогала, и чтобы ваши труды были вознаграждены. Далее будет. Следите за нашими видеоотчётами. Ещё снимем. Спасибо огромное. И вот хочу сказать, кстати, да, мы совет, напоследок, мы только следуем советам Давида Юсефа. Это здоровое питание, дисциплина, режим и никаких лекарств. Всё. Всем огромное спасибо.